Эта игра не конкурентная, она такая несоперничающая игра, игра на коммуникацию, когда мы учимся понимать себя и учимся понимать, устанавливать связи с другими людьми. Коммуникацию выстроили успешно. Площадка сетевой лаборатории IT-тимуровцев «Игровест» уже в первый день работы пришлась по душе школьникам. Сегодня здесь презентуют игры с дополненной реальностью по историческому краеведению. Устраивать подобные встречи в планах регулярно. Могут приходить любые желающие, кому интересна та тематика, которую мы предлагаем. Сегодня мы играем в игру «Книга памяти рода» и показываем спектакль Центра детского творчества театра студии праздника «Принцесс воспитывает королева». И два раза в месяц на этой площадке мы будем представлять одну из игр, чтобы участники осваивали какие-то новые компетенции, создавали какую-то свою интересную историю. Штаб общественной поддержки – площадка для взаимодействия спортивных, образовательных, волонтерских и других объединений. Здесь они могут проводить лекции, мастер-классы, организовывать мини-спектакли, концерты. На открытие штаба побывал председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко. «Площадка, которая предоставляется совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Пожалуйста, тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы и собраться, и что-то вместе обсудить, и провести какое-то свое мероприятие, встречу провести». В первый день работы штаба проводился прием граждан. Работали дискуссионные площадки. Чтобы разместиться здесь, нужно оставить заявку через социальные сети. Вам предоставят место и дату мероприятия. «Здесь можно проводить мероприятия различного уровня, то есть как от творческих мастер-классов, так и до круглых столов, ортосессий, мероприятий. Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в Алтайском крае». Работать на площадке уже планируют 50 некоммерческих объединений, 20 спортивных федераций, региональный молодежный парламент, а также фотографы, поэты, писатели. Юристы будут вести прием граждан, также будут работать специалисты по написанию грантов и другие. Штаб общественной поддержки Алтайского края будет работать как в будни, так и по выходным. Константин Ганов, Яна Аксенова, Сергей Балуев. Новости.